Глава 149. Могу ли я ответить силой? Да, но с риском проиграть. Этот риск проигрыша не давал покоя ни днем, ни ночью. Я опасался ослабления контроля над движениями. В нарушениях координации риск. Сбои в попытках могут отбросить на веса посильные и норбу. Я нервно ослаблен. Это похуже физической ослабленности. Я тогда впервые задумался, поддается ли тренировке воля. Или мы с возрастом просто привыкаем сносить боль и беды. Но тогда это лишь обыкновенное терпение. Что есть воля, ее закаленность? Разные мысли не единожды лишали душевного равновесия. И не единожды я обкладывал их доводами. Правда, простоватыми, лобовыми. Но я в них верил. И так не прятаться. В любом случае продолжать борьбу, даже если и понесу настоящую травму. Не уступать. Я отрубал концы. Выступлю в любом случае. В конце концов, я мужчина. И сила какая-никакая со мной. Я могу и должен постоять за себя и за всех. Трудно было определиться еще и потому, что я считал скорый уход из спорта решенным. Тоска о спорте? Разве железо это весь я? Или имеет смысл лишь то, что венчается славой? Меня раздражало непонимание моего намерения уйти из спорта. Неужто это достоинство? Быть его заложником? Если смысл игры разгадан, взят, доказан, не есть ли эксплуатация выгод, вся дальнейшая игра? Что общего в этом со спортом, где соревнуются дух и сила?